Ну, как много оскорбительного в этом звуке, как много позора, как много стыда в этом словосочетании красной линии. Или ответные действия, или центры принятия решений. Все эти слова, все эти фразы синонимичны друг к другу, которые в очередной раз демонстрируют абсолютную беспомощность российского руководства для российского же провоенного населения. Собственно, сегодня поговорим о том, как Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, провел красные линии. Они были нарушены через полтора дня, и абсолютно ничего не произошло. И о реакции, конечно, на эти явления. Но вот это очередное наплевательское отношение к российским красным линиям. Ну и что более важно, поговорим, конечно, о том, почему Россия позволяет нарушать красные линии. И почему Запад должен перестать оглядываться на всевозможные угрозы. Хоть от Шойгу, хоть от Медведева, хоть от Путина, хоть от кого-нибудь еще. Почему Россия не может осуществить свои угрозы, не может эскалировать конфликт больше, не может нанести удары по центрам принятия решений, там, за пределами Украины, или даже в пределах Украины. И почему Россия не может использовать ядерное оружие. Обо всем этом поговорим в сегодняшнем видео. И, собственно, что стало поводом. Дело в том, что Сергей Шойгу 20 июня рассказал, что если Украина нанесет западными ракетами, западными, собственно, снарядами удары по российской территории, в которую он включил Крым, причем забавно, что ему надо отдельно оговариваться, ну, то есть, потому что, ну, так-то, Сергей Шойгу, Владимир Путин, вы уже 8 лет говорите, что Крым российская территория, но здесь вам приходится говорить, а по России, включая Крым. Ну, то есть, они как бы подчеркивают, что это все-таки, ну, не совсем Россия. Ну, и, судя по всему, понимают все большее, что в обозримом будущем российские войска там могут перестать существовать. Но это я отвлекся. Суть в том, что он провел красные линии, эти красные линии были нарушены, и абсолютно никакого ответа не последовало. Давайте посмотрим само заявление Шойгу, чтобы никто не подумал, что я вру, например. По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шедоу». Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины. Вообще, красные линии — это хороший и важный инструмент и механизм в международной политике. Что это вообще такое, красная линия? Красная линия — это некая черта, за пределом которой действия за пределами вот этой черты провоцируют на ответные действия более широкого масштаба, нежели применялись ранее. Зачем нужны красные линии? Они нужны не для того, чтобы запугивать другую сторону, они нужны для того, чтобы обозначить пределы допустимого в рамках конфликтов, например, когда это происходит в третьих странах. Ну, то есть, это граница, за которую никому нельзя переходить, и, собственно, страны их специально обозначают. Причем зачастую эти красные линии, они не публично проговариваются, а проговариваются за закрытыми дверями. Когда же вы начинаете публично рассказывать о красных линиях, вы берете на себя определенный риск. Вообще, почему вы это делаете? Вы публично рассказываете о красных линиях не потому, что вы действительно переживаете за то, чтобы конфликт как-то не вышел на новую стадию, а потому что вы угрожаете. Ну, то есть, вы красные линии начинаете использовать не как инструмент в международной политике, а как запугивание. Ну, то есть, говоря, если вы сделаете вот это, то мы сделаем вот это. И сколько таких красных линий рисовала Россия? Это и в целом поставки западного вооружения. Потом это было конкретно связано с РЗО «Хаймерс». Потом это было связано с танками. Это тоже была красная линия, я напоминаю вам. Потом это было со снарядами, с обедненным ураном. Отдельно Владимир Путин проговаривал, что это является важной красной линией для российского государства. Значит, сейчас, насколько я помню, красная линия отодвинулась к самолетам, но только в том случае, если самолеты будут вылетать с западных аэродромов. Тогда Россия, значит, как говорил Путин, оставляет за собой право ударить или будет думать, что с этим делать, или что-то такое. Короче говоря, красных линий был уже вагон и маленькая тележка. Точнее, панамка и еще кое-какие составляющие. Однако, каждый раз, когда они нарушались, ничего не происходило. На самом деле, красные линии в России не такая смешная тема. Потому что во многом из-за этих красных линий Запад так долго тянул с необходимой поддержкой. С поставкой вооружений, с поставкой боеприпасов, с поставкой западной техники. И все это человеческие жизни. Ну, то есть, каждое промедление в поставках той или иной номенклатуры вооружения, это еще больше смертей украинских граждан, которые пошли защищать себя, свою страну, своих близких от уничтожения, от оккупационной армии, которая занимается мародерством, стиранием городов с лица земли, изнасилованиями, грабежом и убийствами мирных граждан. Собственно, чем больше Запад боится красных линий, тем медленнее идут поставки вооружения, и тем дольше идет эта война. И это чудовищно. Потому что, если бы Запад с самого начала, не боясь никаких красных линий, либо вступил бы в эту войну сам, либо одним днем принял Украину в НАТО, либо закрыл небо на территории Украины, либо сразу бы начал поставлять и танки, и БМП, и все прочее, то война бы, возможно, к этому моменту уже была окончена. Однако, к сожалению, она все еще уйдет, унося жизни людей каждый день. Но почему Запад подвинулся? Почему Запад в каких-то моментах перестал обращать внимание на красные линии? Ведь я напомню, Германия в самом начале конфликта рассказывала, что она вообще не будет поставлять летальное оружие, потому что она боится эскалации. Вашингтон не вводил санкции против Алины Кабаевой, потому что очень боялись реакции Владимира Путина, и думали даже о том, что он может нанести ядерный удар. Так что же поменялось? Почему к июню 2023 года Запад уже поставляет Украине огромное количество техники, а, собственно, дальше планирует поставлять еще больше? Все очень просто. Российские красные линии оказались пунктирными или ненастоящими. Более емко на эту тему выразился любимый на этом канале военный преступник, который, я надеюсь, как можно скорее окажется в тюрьме, Евгений Пригожин. Вот каким цветом он рисует линии и как их характеризует. У нас уже давно красные линии отсутствуют. Остались только коричневые полоски на трусах. Каждый раз после того, как противник наносит удары по нашей территории, рассказывают историю о том, что был ночной удар ракетами. Как правило, бьют по трансформаторам придомовым, не нанося никакого ущерба противнику. И поэтому, почему есть возможность у противника наносить удары по российской территории? Потому что в руководстве Минобороны никого не интересует победа. Всех интересует только одно. Возможность сохранения своего поста как можно дольше, чтобы не пришла ответственность за то, что они сотворили во время СВО. Поэтому никто никаких ответов давать не будет. Это будут опять пиар-акции с рассказом о том, что трансформаторная подстанция уничтожена, которая являлась центром принятия решений местными электриками. А чтобы всем было спокойнее жить, вам завтра расскажут историю об очередных тысяче леопардов, которые уничтожили, но их никто не видел. Вообще, я видел интервью Пригожина новое большое, про него поговорим завтра. Сериал с любимыми сериями вернется, но сегодня немножко другая тема. Кстати, поддержать это видео, вот нынешнее, вы можете лайком, комментарием, подпиской. Поддержать канал вы можете с помощью сервиса Patreon. Как видите, обустраивается студия. Это оказалось гораздо дольше, чем я думал. Уже несколько месяцев мы колупаемся, еще не закончено. Но надеюсь, что картинка стала лучше, звук стал лучше и что все это будет еще лучше. Поэтому поддержать финансовый канал можно на Patreon, ссылка в описании. А завтра в 2 часа дня будет стрим для патронов канала. Поэтому, пожалуйста, милости прошу. Лучшее время. Или можно поддержать с помощью суперспасибо. Кнопка с долларом в сердечке прямо под видео. Ну, а мы продолжаем про красные линии. Собственно, похожим образом красные линии России характеризует и другой военный преступник, конкурент Пригожина в нытье, Игорь Стрелков-Гиркин. Только он уже осужденный, и надо ему как можно скорее пойти отбывать наказание. Авось и в живых останется. Он, правда, не так метафоричен и не так харизматичен в своих описаниях, но он тоже подмечает довольно важную деталь. Медведев пообещал уважаемым киевским партнерам удар по центрам принятия решений, если они перейдут красные линии. Партнеры не прислушались и перешли красные линии. Медведев тихо слился. Шойгу пообещал уважаемым киевским партнерам удар по центрам принятия решений, если они перейдут красные линии. Партнеры не прислушались и перешли красные линии. Шойгу тихо слился. Теперь очередь президента. Но поскольку он не занимается военными вопросами, то, может быть, просто промолчит. У него экотуризм и много праздничных мероприятий. И единственное, что поправлю Стрелкова, дело в том, что президент Владимир Путин, диктатор, уже тоже очерчивал красные линии, у него они проходили по снарядам с объединенным ураном, однако тоже это все не привело ни к каким последствиям. Так в чем причина? Дело в том, что у России нет возможностей выполнять собственные угрозы. Да, нет возможности даже выполнять ядерный удар, нет возможности увеличить масштаб конфликта, нет возможности наносить удары ракетами по западным странам. Не только физической, не столько физической, физической ракеты есть в том числе и с ядерным боезарядом, а в ресурсно-политическом. То есть есть огромное количество рисков, которые Владимир Путин не готов на себя брать или которые ему не рекомендуют брать его советники, которые не позволяют России эскалировать нынешний конфликт и сделать каким-либо образом так, чтобы он стал масштабнее или чтобы он стал более угрожающим. Но вообще, перед тем, как мы перейдем уже к детальному разбору, я попробую обосновать вам свои логические выкладки о невозможности России эскалировать ситуацию, давайте немножко посмотрим российского телевидения. Даже на российском телевидении были несколько опечальны тем, что заявлениями Шойгу о красных линиях взяли и подтерлись, и буквально ничего не произошло. Они все еще выражают надежду, обсуждают, что именно надо сделать и в каком масштабе, но приходят к выводу, что не надо бурагозить раньше времени, а вообще не до конца понятно, что именно делать. Вот, например, как это все обсуждалось у Ольги Скобеевой на передаче. Мы помним, ВСО начинали свою Херсонскую операцию. Тогда били по Антоновскому мосту. По идее, такие действия Киева должны привести к незамедлительному ответу. Накануне, мы помним, Шойгу предупредил, что обстрелы территорий вне зоны СВО, включая Крым, повлекут за собой удары по центрам, как он выразился, принятия решений на Украине. Так что ждем. Были сказаны известные слова, должны последовать известные действия, потому что противник понимает только реальный ответный удар возмездия. Ну, разговор о давайте шмальнем по Лондону, это, конечно, хорошо там или по Парижу, но ни к чему хорошему это не приведет. Но грамотное планирование ядерной составляющей нашей, и, в принципе, президент про это уже неоднократно говорит, но, похоже, его не до конца слышат на Западе. Не слышат. Слава Богу, что все те, кто предлагает шмальнуть по Лондону день через день по Париже, уничтожить Вашингтон или сразу целиком Соединенные Штаты Америки к Совету Безопасности Российской Федерации отношения не имеют. Ну, слава Богу. Пожалуйста. Гитлеровская Германия у наших границ привела к катастрофе Красной Армии 1941 года. И вот этот урок истории было бы неплохо выучить всем так называемым отечественным стыдливым пацифистам, которые до сих пор говорят о том, что зачем мы начали специальную военную операцию. Пусть бы лучше они сначала на нас напали. Зачем мы размещаем тактическое ядерное оружие в Беларуси. Пусть бы лучше они сначала разместили в Польше, а мы, мол, выглядели бы более морально, если бы делали это в ответ. Так вот, не надо, уважаемые господа, давать им никакого преимущества, чтобы потом не зажигать эти свечи скорби и не оплакивать миллионы наших павших. Вот, если драка неизбежна, нужно бить первым, но очень важно бить при этом в полную силу. Если бы с первых дней специальной военной операции российская армия наносила эти удары по центрам принятия решений, то мы бы избежали многих негативных последствий, с которыми сталкиваемся на сегодняшний день. На мой взгляд, пусть прячутся в подвалах своих коттеджей, одевают шапочки из фольги и ждут очередного русского удара. Это будет справедливо. Враг, вот враг хитер и коварен. Вы даже не представляете, что он иногда применяет против наших вертолетов. Минирование, минирование причем на земле. Потому что если вертолет выходит для выполнения боевой задачи по одному и тому же маршруту, они устанавливают на маршруте его пролета мины, которая срабатывает от шума винтов, от акустического сигнала. И если мина достаточно мощная, то противнику, в смысле нашим вертолетам, наносятся ощутимые повреждения. А вот Владимир Рудольфович Соловьев уже не надрывается. Я думаю, у него просто за 16 месяцев уже кончились силы орать и постоянно как-то вот так вот... Кто не включил мне технику? Ну, как бы, понятно, человек тоже поистрепался, он работает тоже довольно много. Ну, как работает? Врет, врет без конца. Но это тоже затрачивает какие-то усилия. Вот какие вопросы он задает Сергею Шойгу и тоже возмущается тому, что опять обманули. Мы понимаем, что вот сегодня, ну, очевидно, что, скорее всего, шторм Шэдоу, очевидно, что они идут по пути эскалации. А Шойгу вчера сказал, нанесете удар, все. Так что теперь мы должны их стирать с лица земли. Вот они наносят удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области. У нас больше нет вариантов. Мы должны их стереть с лица земли. Но если у нас есть превосходство в тактическом ядерном оружии, ну, может, уже хватит? Может быть, уже надо просто долбить и все? Вот что сказал министр обороны. Незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины. Ну, вот. После чего сообщение РИИ новости. В СУ нанесли удар по мостам на административные границы. Вот результаты прилета. Пробито покрытие. Мы до сих пор не нанесли удар по их центрам принятия решения. Почему? У меня ответа нет. Наши ребята сейчас смущественно держат оборону активную. Может быть, имеет смысл поддержать их усилия? Может быть, имеет смысл сделать так, чтобы у Запада не было возможности наносить удары, подтягивая резервы? Да. И у меня есть предложение. Я не военный, я в этом ничего не понимаю. Какой будет наш ответ? Мы же его пообещали? И вот главный вопрос, который формулирует Владимир Соловьев. Почему не происходит этого? Именно на этот вопрос сейчас я и попробую для вас ответить. Для этого нам придется погрузиться немножко в прошлое. И вспомнить, как все начиналось. Российская армия накопила группировку из 180 тысяч человек, считая не сотрудников, не солдат российской армии, а, например, ДНР, ЛНР, самопровозглашенных, группу Вагнер и еще кого-нибудь. Там уже много довольно было разрозненных подразделений. Этой группировкой в 180 тысяч планировали наступать по 5 или 6 направлениям. Значит, основной массив был с Белгородской области. В общем, они планировали прорваться к Киеву, занять Киев и, собственно, захватить всю Украину за 10 дней. Активно закрепился мем про Киев за 3 дня, но на самом деле вся операция планировалась на 10-11 дней. По крайней мере, из тех данных, которые мы имеем к настоящему моменту. И Российская Федерация и Владимир Путин планировали осуществить это все довольно быстро и на этом как бы закончить. То есть, очень ограниченным контингентом. И, собственно, поначалу все пошло не так. Все сразу, точнее, пошло не так. Дело в том, что сначала пришлось наступление отложить, например, на 2 недели, из-за чего поехала логистика. Ну, то есть, солдаты буквально остались зимой там без горючего, без еды, без воды, без боеприпасов. А потом, когда уже началось само наступление, оказалось, что украинцы не так рады видеть россиян, как Владимир Путин предполагал. Вместо караваев, хлеба, соли и всего остального в них летели коктейли Молотова, а украинские солдаты были готовы отбиваться. В Киеве раздавали оружие для того, чтобы сопротивляться оккупантам. И это все застигло российскую армию врасплох. Однако, я напомню, что на тот момент западное вооружение Украине еще не поставлялось. Ну, то есть, когда об этом заходила речь, запад, во-первых, не кивал, но подразумевал Афганистан. И в целом давал Киеву 72 часа. И предлагал Зеленскому эвакуироваться, когда российские войска уже подходили. Вы знаете, когда сейчас рассказывают про удары по центрам принятия решений, про масштаб и все такое, надо вспоминать, что Россия это делала с самого начала. Точнее, пыталась делать. С самого начала Россия обстреливала в том числе и центр Киева. Пыталась обстреливать. И именно поэтому тогда российские всякие пропагандисты рассказывали, что Зеленский уже уехал, записывается на хромаке и прочее, прочее. Помните, он выходил на улицу, подтверждал, что он все еще в Киеве. Это происходило, потому что Россия с самого начала била туда, куда могла бить. Проблема оказалась в том, что уверенность России в своих силах была сильно необоснована. Например, Россия в первые же дни всякие пропагандисты и типа военной аналитики, которые еще тогда не были военными аналитиками, по крайней мере, не называли себя так, начали писать, что полностью уничтожена авиация Украины, полностью уничтожена ПВО, полностью вообще все уничтожено. Но оказалось, что это не так. Украинские генералы, украинское командование передвинуло часть авиации, передвинула систему ПВО. И в итоге данные, которые были у российской разведки, не соответствовали действительности. В результате чего Россия не получалась точными прицельными ударами наносить поражение различным зданиям и структурам, в том числе в центре Киева. Поэтому Россия пытается наносить удары по центру принятия решения с самого начала. Ну а затем была битва за Киев, в которой Украина одержала победу, сумев отбросить российские войска. И после этого Запад понял, что Украина может не только выстоять, но и победить агрессора. И начал потихонечку давать Украине вооружение. И Украина все дальше и дальше гнала российскую группировку, отбивая собственные территории. Дальше вы знаете, была перегруппировка в Харьковской области, отбитие Херсона, уход с острова Збениной, до этого еще отход с Черниговской области, с Киевской области. Достаточно чудовищные события, не в плане отхода, а в плане, что именно во время отхода российских войск стало очевидно, что российская армия делает невероятно ужасные вещи с местным населением, когда захватывает ту или иную территорию. Но российская армия была отодвинута, и в итоге все пришло к той точке, в которой мы находились последние полгода. Ну, то есть, относительный паритет на линии фронта, где ни одна из сторон не может продвигаться вперед. И так-то это сенсация, потому что Россия, несмотря на все свое преимущество по технике, по авиации, по снарядам, не могла продвигаться. Причем хотела зимой, я напомню, было российское наступление, которое закончилось не то что провалом, а полным разгромом российской же стороны. Огромное количество людей и техники было потеряно под уголедаром с нулевым результатом. Россия, которая позиционировала себя как вторая армия мира, в итоге не смогла зимой, подвезя собственные резервы хоть куда-либо продвинуться. И вот здесь мы плавно подходим к ответу про красные линии и центры принятия решений. Дело в том, что у России сейчас используется в войне все, что есть. Фактически все, что есть с точки зрения применимого прямо сейчас. Вы помните, была мобилизация, которую провел Владимир Путин, провел ее осенью, 21 сентября, потому что кончились военные, ну то есть их стало не хватать. Однако мобилизация стала настоящим ударом по Владимиру Путину. Лояльное, ультра лояльное Путину население побежало в Верхний Ларск, у кого были деньги, а у кого не было, бегали и всячески скрывались. Такого количества негатива к официальной власти не было никогда в России. И рейтинги никогда Владимира Путина не падали так низко. Поэтому Владимир Путин для себя уяснил, что проведение мобилизации это очень рисковый шаг. И это нужно делать только в случаях крайней необходимости. Собственно, поэтому мы не видим новой мобилизации, по крайней мере масштабной. Несмотря на то, что военные аналитики неоднократно говорили, что если Россия чего-то хочет добиться, то мобилизацию надо было проводить еще в январе. Но она не была проведена и до сих пор не проведена. И, собственно, я думаю, что Владимир Путин опасается именно политических последствий. Однако все больше и больше пропагандистов рассказывают, что мобилизация будет обязательно. Но об этом мы поговорим с вами как-нибудь в другой раз в другом видео. Факт остается фактом. У российского руководства есть большое количество ограничений на то, чтобы увеличить масштаб нынешних сражений. То есть, с одной стороны, не очень хватает людей, потому что готовились к одному. С другой стороны, пополнить ряды этих людей – это политические риски, которые особенно накануне выборов, которые хоть и не настоящий, но стресс для любой власти, Владимир Путин не хочет. Поэтому откладывает это решение. Что касается снарядов, вооружения и всего остального, здесь еще больше сюрпризов. Оказалось, что Россия, которая считалась второй армией мира, ну это ладно, с этим разобрались еще в прошлом году, оказалось, что Россия, за которой все еще оставался статус державы с огромным количеством снарядов, в том числе постсоветских, оказалось, что с этими снарядами есть проблема. Что большое количество снарядов на складах либо украдено, либо в нерабочем состоянии. Снаряды второй и третьей категории, третья, которая вообще не применима для выстрелов, а вторая, которая по-хорошему должна быть починена, а потом уже применена для выстрелов артиллерии, но ее используют прямо так. Оказалось, что не хватает техники, пришлось расчехлять старые Т-54, Т-55. Оказалось, что танк «Армата» существует только на бумаге и в фантазиях Владимира Соловьева. То есть все вот это преимущество, которое было нарисовано у российской стороны, оказалось ненастоящим. И в этом контексте становилось все сложнее и сложнее. Поэтому у России нет резерва для того, чтобы как-то серьезно пойти, например, я не знаю, в Европу и там начать какую-нибудь атаку или новую войну. Нет просто резерва. Поэтому нет возможности делать хоть какую-то реакцию на эти самые красные линии, на их пересечения, точнее, на эти коричневые линии, как их обозначил Пригожин. Именно поэтому слова остаются просто словами. Потому что у России нет дополнительных возможностей задействовать ресурсы. Но у нас с вами осталось еще два пункта. Первое – это центр принятия решения, а второе – это ядерный удар. Давайте начнем с первого. Центр принятия решения. Россия пытается наносить удары по центрам принятия решения. По крайней мере, по тому, что они так называют. В том числе мы знаем о том, что 29 мая, скорее всего, была неуспешная атака, а попадание в здание ГУРа, то есть в украинскую разведку. Я рассказывал об этой ситуации в видео про то, как хоронили Буданова. И тогда еще не было ни видео, ни фото подтверждений актуальных, что у Буданова все в порядке. Но я тогда взял и на себя эту ответственность сказал, что он точно жив. Это точно броня российской пропаганды, потому что я знаю ее механику. И вот сейчас, когда уже появились фотографии Буданова, я думаю, вы сами видели, все нормально с ним, все хорошо, он жив, здоров, значит, ходит на совещания, дает какие-то интервью, комментарии и прочее-прочее. Есть, конечно, поехавшие, типа Маргарита Симоненко, которые такие, а вот на фотографии он как-то не так стоит, как-то вот руки у него. А до этого еще Холмогоров про Залужного так же писал, когда Залужное видео появилось, там Холмогоров какой. Это дипфейк, это дип-видео, фейк-видео, все фейк. Но они считаются поехавшими в такие позиции даже среди Z-2, потому что, собственно, ну тебе говорят, да, окей, он жив, ну а вдруг он ранен, вдруг еще что-нибудь. Но нет, с ним все хорошо. В общем, удар по Гуру, судя по всему, состоялся, но он был незначительный, как я и рассказывал, даже если он был, там просто здание чуть обгорело. Ну, потому что невозможно ракеты, не авиабомбой, а ракетой нанести слишком серьезные повреждения, когда работает система ПВО, когда здание, которое под это в том числе рассчитано. То есть жилой дом, да, можно серьезно покорежить, ну не под снос, конечно, но тем не менее, чем Россия занимается постоянно, нанося удары по жилым объектам, но здание, которое вот хоть чуть-чуть рассчитано на какое-то попадание, серьезные ракеты, ну там будет, да, какое-то, может быть, возгорание, какой-то пожар, еще что-нибудь, но оно не будет уничтожено. Более того, когда российские ракеты вылетают, звучит тревога, сигнал тревоги, и вот эти самые люди, которые сидят в центрах принятия решения, перебираются в укрепленные там подвалы и прочее, и прочее. Поэтому, собственно, Зеленского, Залужного, Бутанова и всех остальных не смогли убить в первые дни войны и не смогут и дальше. Потому что в Украине сейчас гигантская система ПВО, одна из лучших в мире, поскольку поставляли передовые образцы западных вооружений, западных систем ПВО, поэтому вот эти удары по центру принятия решения, это фантазия. Я уж не говорю про Запад, конечно, по западным городам никто бить не будет, потому что это удары по странам-членам НАТО, значит, НАТО вписывается в войну и уничтожает российскую армию, типа, ну не буду говорить за день или за три, не буду косплеить Путина, но, типа, уничтожает довольно быстро, потому что мы все увидели, все возможности российской армии были увидены за последние 16 месяцев. С Украиной российская армия иногда на паритетных началах, иногда проигрывает, а уж если добавить к этому армию блока НАТО, авианосцы, эсминцы, там, значит, самолеты, истребители, бомбардировщики, ракеты дальнего радиуса, ну, тут, слушайте, довольно быстро все закончится. Поэтому удары по центру принятия решений – это такой обидный очень термин для российских вот этих вот всяких зет-патриотов. Я помню, даже Маргарита Симоньян как-то писала, что, слушайте, может, мы перестанем упоминать красные линии, а то позорно выглядит. Выглядит действительно позорно, потому что каждый раз это не приводит к никакому результату, просто пустые угрозы. И последнее, что осталось – ядерный удар. Собственно, ядерный удар – проблема в том, что это палка о двух концах, и поэтому Россия не будет применять его в текущей войне, в этом вторжении. Почему? Момент первый. Тактический ядерный удар, по крайней мере, то, что называют тактическим ядерным ударом, у него нет строгого определения, но имеется в виду отдельно взятый удар по какому-нибудь там городу или территории, или даже пустой местности. Проблема для России состоит в том, что это ни на что не повлияет в военном смысле. Даже в самом чудовищном сценарии, где Россия сбрасывает ядерную бомбу, точнее, бьет ядерные ракеты по какому-нибудь городу, уничтожая большое количество мирных граждан, это не меняет военной обстановки, и наоборот, разозлит еще больше и саму Украину, и страны Запада. Но об этом чуть позже про страны Запада. В общем, применение вот этого самого тактического ядерного оружия не меняет военную ситуацию, не меняет, собственно, положение людей на фронте, не меняет расстановку сил, вообще ничего не меняет. Но что оно дает из минусов? Из минусов оно дает первое, что против Владимира Путина объединяются вообще все. Ну, то есть он становится целью номер один не только для Запада, но и для остального мира. Например, есть довольно продолжающийся уже долго конфликт между Индией и Россией, где индийское руководство не устраивает, что Россия так часто апеллирует к ядерному вооружению. Это буквально их не устраивает, потому что они говорят, нельзя даже говорить про применение ядерного оружия, из-за этого как-то руководитель индийский не приехал навстречу к Путину, из-за этого есть разногласия. Собственно, человек, применивший ядерное оружие, в современном мире становится угрозой для всех стран и всех государств. Поэтому Путин станет целью номер один. Второй момент. Есть и конкретные, да, не логические выводы, а конкретные обещания. Есть, например, обещание от того же Североатлантического альянса, что в случае применения ядерного оружия, собственно, Запад имеет право, считает себя имеющим право, применить конвенциональное вооружение. Ну, то есть свои обычные войска, уже полномасштабно вступившие в конфликт в том или ином виде. А в Америке сейчас даже есть, значит, такой законопроект рассматривается, как считать, что применение ядерного оружия будет приравнено, применение ядерного оружия в Украине будет приравнено к нападению на блок НАТО. Ну, то есть вот формально уже закрепляют все свои угрозы, и в этом контексте угроз для Путина создается много, плюсов никаких. Второй сценарий – глобальная ядерная война, ну, то есть гори все синим пламенем. Здесь очень не похоже на то, что Владимир Путин вообще размышляет в таких категориях, потому что Владимир Путин не похож на фанатика. Владимир Путин живет во дворце, у Владимира Путина есть свое село, у него есть золотые потолки, у него куча любовниц, у него есть дети, у него есть внуки, и он не похож на фанатика. Поэтому Владимир Путин не хочет уничтожать тот мир, в котором живет, не хочет уничтожать свою родню, не хочет уничтожать планету Земля. По крайней мере, ничего такого мы не видели в его глазах, в его действиях, еще чем-нибудь. И в этом контексте, собственно, нет никаких предпосылок для того, чтобы утверждать, что он фанатик, который готов весь мир стереть в труху. И даже люди, которые говорят, что он там при смерти и все такое, пока не похожи на то, что он при смерти. И последний момент, объединяющий эти два. Представьте, что вы 16 месяцев ведете позорную для себя войну. Что вы буквально были в представлении многих второй армии мира, а стали международным посмешищем. И вот представьте, что у вас есть ядерная кнопка, и вы верите, что нажав на нее, все эти проблемы можно решить. Что тут же все сдадутся, придут извиняться, будут кланяться в ножки, значит, и прочее, прочее. Представили? Вопрос, почему не нажимает? Ну, то есть, если можно решить все эти проблемы. Без мобилизации, без постоянного позора, без перегруппировок. Почему не нажать эту кнопочку? Ну, то есть, классный же вариант. Очевидно, что Владимир Путин осознает все последствия, которые я описал ранее, и поэтому не считает это возможным. То есть, он не считает ядерное оружие действительно каким-либо выходом сложившихся обстоятельств. Но, к сожалению, я вынужден отметить, что из-за масштаба последствий применения ядерного оружия приходится западу учитывать даже малую вероятность применения ядерного оружия. Ну, то есть, даже несмотря на то, что его, скорее всего, не применят, масштаб последствий такой, что исходить из этого приходится. И поэтому мы видим нерешительность, мы видим Байдена, который говорит, что мы, возможно, рассматриваем вероятность того, что Путин применит тактическое ядерное оружие и прочее, и прочее. Это жаль, это плохо, это удлиняет войну, непонимание там базовых вещей, к сожалению, всячески замедляет поставки вооружений и удлиняет эту самую войну. Но в итоге ответ на вопрос про красные линии заключается в том, что у России нет дополнительных возможностей, которые она могла бы активизировать после того, как пересечены красные линии. Поэтому каждый раз стыдливо и сокриво все эти официальные лица отползают, что отмечают в том числе и в телеграм-каналах. Вот, например, что пишет 13-й, задаваясь немым вопросом. «Мост обстреляли ракетами «Штормшэдоу». Об этом заявил в Рио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать. Временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту», сказал Сальдо. «Про такое оружие Шойгу говорил. Ждем ответ, или это очередные тувинские сказки на ночь?» В общем, как видите, в реальности ответ 13-й на свой вопрос получил. Старший Эда. «Можно констатировать, что ВСУ не боятся уничтожать критическую инфраструктуру на территории России ударами крылатых ракет. Я, конечно же, про Ченгарский мост. Заявлениями про красные линии и пугалками данные ракеты не сбить, а подвод снарядов к ЛБС не остановить. Экскалибр улетят по Валуйкам, штуршеду по Ченгарскому мосту. Пугать кого-то и не наказывать после пугалок гораздо вреднее, чем не пугать». И тут он прав, конечно. Потому что на самом деле все эти красные линии, их пересечения и отсутствие реакции с российской стороны, они показывают и демонстрируют западным странам, что можно идти еще дальше, что можно идти еще дальше, что можно поставлять все больше. И я надеюсь, в какой-то момент они придут к пониманию, что уже надо поставлять все необходимое для того, чтобы эта война закончилась. Ну а что касается реальности, то слушайте, ну о чем мы говорим? Россия считает Крым своей территорией, Россия считает аннексированные территории своей территорией, по ним наносятся регулярно удары. Более того, Россия считает Белгородскую область своей территорией, В Белгородскую область заходят разного рода диверсионные группы РДК, в том числе, у которых есть в том числе и западное вооружение, и незападное, но это вообще не важно. Вот эти все рассказы и истории про то, что чем-то отличается с точки зрения последствий применения западного вооружения и незападного, я имею в виду с точки зрения последствий действий России, это, конечно, чушь собачья, по описанным выше причинам. У России, у Путина нет никакой возможности обострять нынешнюю ситуацию, только на словах, и чем чаще Владимир Путин и его окружение рассказывают и про ядерные удары, и про красные линии, и про центры принятия решений, тем лучше, потому что тем больше Запад увидит, что на самом деле никаких последствий за этим не следует, и это все просто слова. Ну, а с вами был Майкл Наки, увидимся уже завтра в новой серии сериала, а также будет сводка с Русланом Левиевым, а еще надеюсь увидеть вас на стриме для Патронов, который будет 2 часа. До скорых встреч, всего доброго, пока!